Вы смотрите новости недели. Коротко о главных событиях из жизни региона далее в обзоре от службы информации. На уходящей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. В частности, Павел Селивончик назначен на должность председателя Ветковского райисполкома. На Равлянский район возглавит Руслан Смирнов. Виталий Сушко будет работать на должности председателя Рогачевского райисполкома. В реализации региональной политики во главе угла стоит человек. Об этом во время выездного заседания Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению заявил ее председатель Александр Попков. По его словам, особое внимание органам власти стоит уделять вопросам, с которыми соприкасаются люди. Это, в частности, заработная плата, пенсии, социальная защищенность детей и пожилых людей, работа отраслей здравоохранения и образования. Постоянная комиссия изучила социально-экономическое развитие Чечерского района, решение различных вопросов жизнеобеспечения людей. Участники заседания пообщались с местными жителями. Были организованы приемы граждан в райцентре и в сельских советах. В Гомельской областной больнице установили четыре современных аппарата УЗИ. Как пояснил главный врач учреждения Владимир Бугаков, закуплены два аппарата экспертного и два высокого класса. Средства выделены Гомельским областполкомом. Три аппарата уже работают в отделении ультразвуковой диагностики. Один установлен в приемном покое. Отметим, ежегодно услугами отделения ультразвуковой диагностики областной больницы пользуются более 30 тысяч пациентов. Мозырь и Калинковичи отметили 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В Мозыре торжественные мероприятия прошли на Кругане Славы. В Калинковичах митинг-реквием провели на центральной площади города. У братских могил прозвучали слова благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу нашей Родины. Условия, приближенные к домашними, возможность больше времени проводить со своими детьми. В Гомельской исправительной колонии номер 4 открыли общежитие для совместного проживания осужденных женщин с детьми в возрасте до 3 лет. До этого момента малыши находились в доме ребенка колонии. В реконструированном здании бывшей медчасти, кроме общежития, расположились участок для содержания несовершеннолетних осужденных и филиал средней школы номер 34, где получают базовое и среднее образование несовершеннолетние, а также по желанию взрослые осужденные, которые не имеют аттестата. Катание в санях на снегоходе, угощение солдатской кашей. 19 января сотрудники МЧС Беларуси отметили свой профессиональный праздник. В День спасателя в Гомеле по традиции организовали праздничное мероприятие. На площадке возле озера в 18 микрорайоне для гомельчан подготовили показ аварийно-спасательной техники, игры, конкурсы и даже караоке. В Гомельской области стартовала природоохранная акция «Поможем рыбе дышать». Необходимость ее проведения вызвана снижением уровня кислорода в воде. Наиболее сложная ситуация сейчас в Калинковическом, Жлобинском и Гомельском районах. Если не принять срочных мер, то до 30% рыбы в водоемах может погибнуть. Исправить ситуацию можно. Наиболее доступный способ – создание лунок.